Продолжение следует... 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 но были в высокой и умеренной степени злокачественности пациенты. Также хотелось бы отметить, что пациенты с БРСИ-мутацией в исследование не входили. Проведенные схемы режима химиотерапии при различных подтипах, трижды негативный включал эребулин с карбоплотином, поклитоксил с карбоплотином, антрациклины 4 с поклитоксилом в еженедельном режиме 12 циклов, большая группа была антрациклин, токсан, карбоплотин, содержащий неодевантной химиотерапии. HR2-позитивные пациенты получали одна группа доцитоксил 4 цикла с антрациклинами 4 цикла и тростозумаб 8 введений в неодеванте. Вторая группа похожа, но тростозумаб был в количестве 4 введений. При люминальном HR2-негативном проводилась также гормонотерапия неодевантная, это две группы таримифен, антиэстрогены или ингибиторы ароматазы. После проведенного неодевантного лечения все пациенты подлежали хирургическому лечению, это мастектомия в разных ее вариациях, независимо с реконструкцией или без, и орган, сохраняющий лечение. Затем пациенты делились на группы одевантной химиотерапии. Количество пациентов с резидуальным раком после неодевантной химиотерапии составило 212 человек, то есть довольно большое число пациентов. Как видно в отношении наличия резидуальной опухоли при различных подтипах, реже всего патоморфологический ответ наблюдался при люминальном B-подтипе, но это ни в коем случае не означает худший прогноз для пациентов, так как известно, что выживаемость у них очень хорошая, десятилетняя. Как характеристика резидуальной опухоли по морфологическим классификациям Миллер-Пейн и РСБ, здесь мы видим, что преобладала третья степень патоморфоза по Миллер-Пейн и РСБ-2 по шкале РСБ. В результате базисного статистического анализа не обнаружено статистически значимых различий между схемами неодевантной терапии в отношении достижения РСБ-0, так как Миллер-Пейн-5 оценивает у нас только молочную железу, а шкала РСБ оценивает и лимфатические узлы. Очень часто отсутствие резидуальной опухоли в молочной железе не означает полный регресс, так как в регионарных лимфоузлах у нас сохраняются остаточные изменения. Для трижды негативного рака здесь статистические различия были близки к значимым, а у пациентов с комбинацией химиотерапии токсаны, антрациклины и карбоплатина. В работе рассматривался вопрос смены фенотипа рака молочной железы после проведенного лечения. Чаще всего это переход люминального В в люминальный А, HR2-позитивного в трижды негативный, и наоборот. Смена фенотипа наблюдалась в общей массе примерно у 18% пациентов. С учетом этого менялось одевантное лечение и менялся прогноз заболевания. Как видно, доля местных рецидивов была небольшая, так как не секрет, что пациенты с подобными агрессивными типами рака молочной железы погибают от отдаленных изменений. И значительно выше эта доля местных рецидивов была у пациентов, в котором была проведена мастектомия. То есть здесь в очередной раз мы доказали безопасность и эффективность органсохраняющего лечения, когда оно возможно после неодевантной системной терапии. Срок наблюдения в исследовании составил от 9 до 63 месяцев. Для безрецидивной выживаемости продолжительность наблюдения составила 38 месяцев. Для общей выживаемости 41 месяц. У пациентов с трижды негативным раком молочной железы рецидив заболевания при наличии резидуальной опухоли наблюдался в 21-м случае. У HR2-позитивных это был один из случаев. При люминальном Б рецидив заболевания наблюдался у 32-х пациентов. По общей выживаемости при трижды негативном подтипе летальный исход наступил у 14-ти пациентов, HR2-позитивным у 7-ми пациентов. При люминальном Б летальный исход составил примерно 14-18% пациентов. Как видно из кривых дожития Каплана-Майера, в зависимости от подтипа рака молочной железы сохранялась тенденция неблагоприятного исхода при наличии резидуальной опухоли по сравнению с ее отсутствием. Как видно из представленных также таблиц, фактор наличия резидуальной опухоли являлся решающим в отношении как риска рецидива, так и в отношении наступления летального исхода. Использование схем антрациклинов и капицитабина в равной степени снижало риск наступления рецидива заболевания, но при этом риск летального исхода снижало только использование схемы адевантной химиотерапии капицитабином у трижды негативных пациентов. Таким образом, схема с капицитабином может и должна рассматриваться как адевантная терапия выбора при наличии резидуального заболевания при трижды негативном раке. Для HR2-позитивного наличие резидуальной опухоли, вероятно, определяло прогноз заболевания только в отношении рецидивирования. Связь между фактором и исходом была близка к статистически значимой, но не в отношении летального исхода. Не было выявлено статистически значимого влияния используемой схемы адевантной гормонотерапии, что, возможно, явилось следствием относительно небольшого количества наблюдаемых исходов. Соответственно, таргетная терапия не рассматривалась. Пациенты получали ее до одного года. Для люминального В наличие резидуальной опухоли не определяло прогноз заболевания ни в отношении рецидивирования, ни в отношении летального исхода. Не было выявлено статистически значимого влияния используемых схем адевантной гормонотерапии, что, возможно, явилось следствием относительно небольшого количества исходов. Но добавление антроциклинов и токсанов в адевантном режиме при люминальном В, HR2-негативном типе продемонстрировало статистически значимо лучший результат в отношении риска рецидивирования заболевания, но не в отношении риска наступления летального исхода. Хотелось бы вкратце озвучить выводы. При планировании и проведении предоперационной неодевантной терапии следует учитывать, что наличие остаточной опухоли в молочной железе или регионарных лимфоузлах является решающим неблагоприятным фактором риска возникновения рецидива заболевания при всех подтипах рака молочной железы и особенно при трижды негативном. Пациенты с трижды негативным раком, не достигшие патоморфологически полный регресс опухоли после неодевантного лечения, включавшего антроциклин, токсаны, карбоплотин или эрибулин, целесообразно назначение химиотерапии препаратом капсабин до шести циклов в одевантном режиме. Пациенты с HR2-позитивным раком молочной железы, подвергшиеся неодевантной химиотерапии, включавшей токсаны и трастезумаб, нуждаются в послеоперационной одевантной анти-HR2 терапии при достижении выраженной регрессии, несмотря на нее. И пациентам с люминальным B-фенотипом с резидуальной опухолью после неодевантной системной терапии целесообразно назначение на одевантном этапе сначала химиотерапии, не применявшейся на неодевантном этапе, а затем эндокринотерапии в той или иной степени до пяти лет. Спасибо за внимание.